Друзья, тема, которую приготовил Брат Сергей, это то, какая разница между православным христианом и нами, евангельскими христианами, и может быть ударение на то, что в традиционном православном церкви, оно не соответствует священному писанию, истину, которое писает, то, что может быть неправильным учением. И то движение, которое Брат Сергей сейчас развивается, это православная реформаторская церковь, то есть традиции православной церкви, а учение, оно уже отличается, оно больше похоже на евангельскими христианами. Тогда пусть Бог благословит. Спасибо. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Друзья, да, сегодня тема, как было объявлено уже, будет, думаю, очень важная, очень интересная. У нас немного времени, но хочется об очень многом рассказать вам, об очень многом поверить. Потому что, говоря о православии, я говорю о том, что в чем я живу вообще, в чем я нахожусь, и уже больше 20 лет я в полном служении Господу в православной церкви. Довольно уже, как бы, и немного, и немало, но достаточно времени уже, чтобы сделать какие-то выводы по своей жизни, служению своему. И первых 10 лет моего служения в православии, это было служение в традиционном православии, русской православной церкви Московского Тавриархата. Последние 20 лет это служение уже одноврическое, реформаторское служение. Вот этим я хочу поделиться с вами, на основании Слова Божьего, свидетельства из истории христианства, из истории Израиля. Примеры хочу приводить сегодня. Вот, благоставляю вас всех, дорогие друзья, да, и те, кто будет смотреть это видео, потому что надеюсь, что многие и православные, и протестантские разных церкви, верующие будут смотреть. Это очень полезно и незадательно будет. Господь, спасибо тебе за все. Благослови нас сейчас, потому что ты сказал, что без тебя мы ничего не сможем сделать. Но с тобой мы сможем сделать все. Ты здесь, ты посреди нас, потому что во имя Твое, и я приехал сюда, это общение к Господе, занятие. И мы собрали здесь во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Его Именно. И вот, братья и сестры, дамы и господа, с чего начать? С хорошего или с плохого? Ну, закончу, будет хопейнт у нас. Закончу хорошего, значит, начнем с плохого. Или с хорошего, а потом к плохому. А потом закончим хорошего. Потому что, на самом деле, если с хорошего начинать, то Церковь Божья, Церковь Иисуса Христа, она действительно сверхъестественна. Она основана своим Господом. У вас есть, у вас была тема «История христианства», кстати? Еще нет? Еще нет, ага. Это моя любимая тема. Но в Матфея записано 16-18. О, спасибо. Спасибо. Где-то я говорю. Карпатская джи-жи-жи. Вот. Ваше здоровье. За информацию. Спасибо. Все-таки много налитков хороших, но самая все-таки хорошая напитка – это вода. Просто вода. Да, и, значит, записано... Из, значит, Матфея. В Матфея записано 16-18 слова Иисуса. «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Или же в буквальном переводе «не устоят перед ней, перед Церковью». И в истории христианства так получилось, что вот первых 300 лет нашей с вами истории, да, истории христианства, Церковь была гонима большей частью со стороны властей немских. Ну, вам об этом будут говорить, рассказывать еще. Но в то время первых 300 лет... Запомните некоторые вещи. Во-первых, вы что-то пишите, да? То, если пишите, пишите. Ну, во-первых, в Матфея 16-18, не забудем, да? Отчего мы отталкиваемся? Обещание Бога, обещание самого Христа, обещание Его неложное, обещание Его истины. И вот в 2000-летии нашей с вами истории – это яркая иллюстрация того, что действительно Господь не собрал, Он не ошибся, Он действительно создал свою Церковь и создает, формирует ее. И врата ада действительно не одолели ее, и не одолеют, и не устоят перед Церковью Божьей. Матфея 16-18. И дальше, отметьте себе, что первых 300 лет истории христианства церковь была гонима в целом, христианство было гонима чаще всего, но вероучительно оно сохранялось в библейском понимании, евангельском учении в целом. Сегодня я буду говорить о различиях традиционного православия, допустим, традиционных православных католических учений и евангельского, протестантского в целом движения. Я себя отношу к евангельскому движению, и вообще я считаю, что всем нам христианам, независимо от нашей конфессии, необходимо быть именно евангельскими верующими. И потому что есть одна божья вера, евангельская, библейская вера. И нам нужно быть библейское мышление и евангельское учение. Независимо от нашей конфессии даже. Так вот, и затем, после первых трех столетий истории начался процесс, слово такое есть, цезарепапизма. Цезарепапизм. Отметьте себе, слово такое. Из двух слов «цезарь» и «папос» состоит это слово. Цезарепапизм. Вы слышали это слово? Нет? Цезарепапизм. Цезарь – это, ну понятно, царь, император. Папос – это отец, духовная власть. Светская и духовная власть. Светская и церковная. Государство и церковь. Церковь и государство. Цезарепапизм – это система взаимоотношения церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным орудием, инструментом сильных веков сего. Вот, запомнили, да? То есть, церковь становится уже не в христовом понимании, а в человеческом. И учении, и традиции. Иисус не был цезарепапизмом сразу, скажу, да? Иисус сказал цезарю – цезарево, да? Ну, кесарево там, кесарево, а Богу – божьим. То есть, Иисус не смешивал эти понятия, и сам лично, он держался в позиции очень четкой этой. И даже когда однажды, помните, его хотели сделать цесарем, ну, как бы царем сделать, он избежал этого скушения, и когда его уже арестовывали, допрашивали, он однозначно утверждал, что его царство, то есть, мы, его церковь, его народ, не от века сего. То есть, он не строится по этому образцу века сего, этого мира. И вот, беда вся началась в христианстве, ну, так, упрощенно говоря, вот как раз в этот период времени. Здесь роковую роль сыграл Константин Великий и его мама Елена. Ну, как бы это, не было бы и были бы, и еще другие, здесь дело даже не в них, а в самом принципе, что церковь пошла в кабалу, под государственные устройства. Церковь стала цезарю и цезарево, и Божье воздавать. Это понятно, да? И вот с четвертого столетия начался процесс смешания христианства с язычеством. Что вам было понятно? Почему? Вот многие вещи я буду вам рассказывать сейчас, и в этот урок, и второй, получается, буду рассказывать о многом том, что в христианстве сегодня есть, и что называется христианством вообще, чаще всего, людьми. Но то, что христианством по-настоящему не является вообще. Антихристианство в христианской упаковочке. Вот это все пришло в этот период времени. Не сразу. Знаете, так, по чай на ложке, по-немногу, по-чуть-чуть. Приходила эта проблема. Если бы дьявол, наверное, сразу пораскрыл все карты, тогда, значит, то, конечно, ну, я думаю, что большинство христианских служителей просто-напросто, они, ну, не хватило бы, думаю, ума, значит, не пойти на подобную сделку с дьяволом. Но, к сожалению, знатели грех травят порой по-малу, малыми портами. То, что сразу человеку противно, то постепенно привыкание возникает в организме. И вот то же самое с любым грехом. И то же самое, вот, значит, с проблемой этого цезаря папизма. К примеру, один из самых, вот, начнем с самого начала, вернее, с самого, с самого большого, с самой большой проблемы. Ну, ну, нет, ничего нет. Да, расскажу вначале, что вот с 4-го столетия процесс начался с закабаления и начался период, многовековой период, его можно назвать эпохой или временем великой деформации, деградации христианства. Так, отметьте, вот, с 4-го по 16-е столетия время великой деформации. Эпоха великой деформации христианства. Деформация. С 4-го по 16-е столетия самое, до времени Лютера, это можно однозначно, назвать больше или меньше кривая истории христианства, если вот рисовать, допустим, то она с 4-го столетия было падение, все ниже, ниже, иногда крутой пике, иногда так плавно, но все равно вниз было движение. До самого 16-го столетия. Эпоха великой деформации. Но, с того самого благостновенного 1517-го, с начала 16-го столетия, со времени Лютера, да, Камена, Цвингли, Анабактистов, вот того времени, первопроходцев 16-го века, реформаторов, начался период эпоха великой реформации. То есть, отметим, что с 4-го по 16-й век это время великой деформации, деградации христианства, с 16-го столетия началась эпоха великой реформации. Извините, если я спешу, нет? Если что-то непонятно, то вопрос, не стесняйтесь, хорошо? С этим все понятно, да? Значит, с 4-го по 16-го века великая деформация. С 16-го по нынешнее время, вот этих 5 столетий уже, может, чуть больше даже, эпоха великой реформации. Деформация и реформация. Деформация – это уничтожение, ломка, порча. Реформация – это восстановление, это покаяние, исправление, это, ну, действительно покаяние. Но греческое слово, кстати, по-гречески как покаянивать? То, что покаяние, по-гречески как в оригинале звучит? Метаноя. Метаноя, да? Знаете? А по-еврейски как? Ага, а по-еврейски еще интересней. Тшуа, тшуа. Если по-гречески, по-гречески метаноя, это изменение сознания, перемена мышления, и еще говорят, историки, ну, правда, спорят на эту тему, говорят, это слово использовалось в греческой эллинской армии, времен еще, там, чуть ли не македонского, как команда «кругом, раз, два». То есть, шли в одном направлении солдаты, и офицер кричал, «Солдаты, покайтесь, метаноя!» И они разворачивались, и движение было в противоположное направление. То есть, вот такое есть утверждение. «Историков». Интересно очень. Не, ну, греческое слово «метаноя», оно более, знаете ли, в чем-то упрощенное, на самом деле, касательно раскрытия темы покаяния. Еврейское слово, я порекомендую, на ваши гаджеты, там, скачайте эти, с номерами стронга Библии. И посмотрите, сами даже, покопайтесь по номерам стронга. «Тшуван». Посмотрите покаяние. И вы, видите, удивительное значение этого слова. А если вы с английским дружите, и у вас второй язык английский, вам вообще повезло, потому что английская версия, она полная, значит, со словарями, и с историческими справочами, которые просто раскрывают значение этих слов потрясающим образом. Так вот, «Тшува» это буквально возвращение, возвращение, исправление. Яркая иллюстрация, это покаяние вот того самого блудного сына, помните, да? Который был возле свиного корыта уже все, возле этих рюшек, и он пришел в себя, вот это «Тшува», начало «Тшувы». Потом он не просто философствовал, знаете ли, возле свиного корыта, и там помер. Нет, слава Богу, он встал, реально, и пошел. Вот это тоже «Тшува». Действие. Потом он был в объятиях отца своего, принятие вот это, вот это принятие. Отец принял, обласкал, дал одежду ему. Это тоже «Тшува». И потом он был в доме отца уже, и был пир на весь мир. Тоже «Тшува». Вот это «Тшува» как раз, принятие и пирование вот это вот. То есть «Тшува» имеет в виду не просто даже отчупаться, прийти в себя, не просто даже обращение, не просто даже прийти и и быть... Такие обнимашки с Богом, как бы, да? Обняться с Ним уже. А быть в доме Его и в этом пиру быть, в этом, частью этого пира веры. Это все «Тшува». Вот, и иллюстрация очень хорошая. Так вот, братья и сестры, дамы и господа, вот скажу, что эпоха «Тшувы», эпоха вот этой метанойи, реформации, пять столетий, они... Это отдельная тема. Это время восстановления. Но я сегодня хочу, особенно вот в этом уроке, более о времени великой деформации рассказать. И о тех проблемах, которые пришли в жизнь церкви. Вот, давайте, вот вы сами, какие, скажите, какие проблемы, вот, как вам кажется, думается, вот тогда появились вообще в христианстве? Может, что-то вы читали? Есть любители истории? Да, например, вращение к святым, к умершим святым. А, вращение к святым. Вы не молите святым? Не, ну, может, были стремятся с такими товарищей, которые еще не совсем товарищи, вы его знаете. Вот, не, ну, допустим, мало ли, можно кидать к христианскому святым. Может, о, Мартин Людьков, помоли за нас, там, за реформацию сегодняшнего дня. Нет? Не молитесь? А, может, молитесь? Или Николаю Матичку, там, или кому-то еще. Не, ну, мало ли, как бы. Вот, но, нет, я понимаю, что это евангельское заведение, здесь, как бы, если кто-то молится, так, то это, как бы, ну, кровь его на нем будет, то есть, его проблемы личные будут. Вот, но, вообще-то, подобная, вот, молитва, кому бы то ни было, помимо Господа, абсурдная совершенно молитва, как бы, бессмысленная, и не христианская совершенно явление. В христианстве сегодня, к сожалению, в историческом христианстве, вообще, она очень популярная вещь, к сожалению. То есть, это не христианство, но оно настолько стало, как бы, частью исторического христианства, что оно, большинству людей, называющими себя христианами, христианами, оно окажется христианским вообще. Даже вот здесь, вот, даже вот, романник, да, взять храмы, красивые храмы, но, опять-таки, я вот, в том грекотовском небе, вот, здесь православном был храме, значит, и у отца Михаила в гостях, значит, в тот раз. Вот. Да, хороший батюшка, хороший храм, мне понравился, как художнику понравился храм, конечно, оформление, но, опять-таки, там, икона того, 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 того святого, праздники того, 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 того святого. Этот калейдоскоп пестрый, знаете ли, как некий такой, ну, как некий фильм ужасов, что ли. Почему ужасов? Потому что, за этой красивостью прячется, действительно, мракомиссия того, что Иисус, знаете ли, как вот, получается, иголка в стаку сена. Вот, ладно, я Слово Божие читаю, я понимаю, что, значит, я только лишь к Богу вращаюсь, вот, последние 20 лет этих, по крайней мере, вот, но я прекрасно понимаю, по своей прежней, церковной, православной жизни, вот, первых 10 лет моего служения, когда я молился, как и тысячи моих коллег, разного рода посредникам, ходатаям, я понимаю, что это очень красиво, красивый обряд, красивое служение, красивое, пленительное такое, знаете ли, обольщение, но это грех, и имя этому греху, если вот так вот, одним словом, и очень так назвать, вообще, когда называешь все своими именами, то все как-то, не знаю, проще, что становится, и с этим лучше разобраться, ну, лично себе, по крайней мере, разобраться проще, мне было так, по крайней мере. одним словом назвать этот грех, это многобожие, многобожие, почему многобожие, даже если подавляющее большинство обращается к умершим святым, как посредникам к Богу, знаете, это слово многобожие, потому что человек молится, он обращается, и большей частью даже многие православные католики, они связывают, как и я раньше, прежде, связывают многие чудеса, допустим, какие-то события, именно с действием этого святого, с его молитвами, с его помощью, и говорят поэтому, обычно, ну, обычный обыватель православный католический говорит, а мне Матерь Божий по жизни помогает, а мне там Николай Угодничек помогает, а мне там Матронушка, там Иванушка, ну, кто угодно вообще там, понимаете, помогает, какие-то избранные святые помогают, это все суеверие, и очень опасное суеверие, друзья, и многобожие, как таковое, в христианство было имплантировано, знаете, в 96-м, что мне помогло тогда, простому сельскому священнику, я был, вот просто, ну, как бы, сельским батюшкой, как вот, и здесь вот, отец Михаила служит, допустим, хороший священник, он служит добросовестный, как вот, киевского малиниатра храма, вот, значит, я познакомился, в тот раз с ним, вижу, ну, добросовестный священник, старается, как бы, у него там все ухожено, как бы, люди его уважают, как бы, ну, мне понравилось, ну, в целом, знаете, вот, я вспомнил, я вспомнил свое прежнее житие, как говорится, я тоже служил в селе, тоже храм, похоже, и служил себе, знаете ли, не дожил, но, что, наверное, собирало такую роль, важнейшую, во-первых, божье слово, во-первых, отметьте себе, вот это вот, Иоанна 8,32, вот это знамятое место из Писания, восьмая глава, вообще, впечатляющая, конечно, Иоанна, и вот, значит, 8,32 написано, и познайте истину, говорится вообще, что мы должны быть учениками его, учениками Христа, и дальше говорится, что и познайте истину, и истина сделает вас свободными, один из предтеч великой информации за 100 лет еще до Глютера, Янгус говорил, что истина, ничего другого не делая, которую лишь освобождают, мне так нравится вообще выражение, и вот и действительно истина освобождают, и в моей жизни было так, истина Божьего Слова, она меня освобождала и освобождает от многих неправильных вещей в моей жизни, и вот тогда, в 96-м, очень сильно помогло мне, как раз, ну, что, Божье Слово? Многие говорят мне, порой, до сих пор, некоторые мои коллеги вчерашние, там, священники традиционные, православные, говорят, что, вот, значит, как ты дошел до жизни такой? Что случилось с тобой? Что вот, вот, служил себе, как, ну, все остальные батюшки, нормально себя, служил себе, не тужил, и вот, вот стал реформатом. Что случилось? Что произошло? Как дошел до жизни такой? Общался с протестантами, стал общаться. Я говорю, ну, вот, если вкратце, то Божье Слово истинно делает свободным человеком. Вот. и, да, сейчас, вот, я пришел во всех регалиях, такой медальон, крест, об опасности иконопочтания, потом расскажу еще, и о религиозном, но, значит, ну, вообще, это знаки епископского служения, на сегодняшний день, я являюсь архиепископом реформаторской, православной церкви, Христа Спасителя. вот, и здесь в Украине, в России, в Белоруссии, в Грузии, вот, в Молдове, в Румынии, служение, реформаторское, православное служение, оно набирает силу, вот, и и самая главная сила наша, она как раз в Боге и в Слове Божьем. Знаете ли, действительно, это так, и одна из особенностей, как раз, первое, говорят обычно, ну, чем отличаетесь вы от традиционного православия, я говорю, ну, первое, что самое, наверное, как бы, броское, то, что мы молимся, только лишь к Богу, и я нахожу это на основании Слова Божьего правильным, истинным. Почему? Потому что вся Библия и Ветхого, и Нового Завета говорит однозначно о том, что молитва кому бы то ни было помимо Бога, это, ну, это грех, во-первых, и она бессмысленна, во-вторых, и в-третьих, это, значит, опасность общения с бесами. То есть она во всех отношениях она порочна, нет никакого оправдания христианам, которые живут в многобожии, никакого нет оправдания, ни из Ветхого, ни из Нового Завета, ни из здравого смысла даже, ни из истории христианства. Первых 300 лет, помните, начался только с того я, да, что первых 300 лет говорил, что христиане были гонимы, вероучительно сохраняли библейское учение, ну, опять-таки, больше, меньше, были уже, на самом деле, не все так было просто, конечно, были уже некоторые отступления. И вот обычно, вот я говорю как раз, и в этот раз тоже сказал, что вот Константин и Елена сыграли такую роль в процессе смешания с язычеством христианства. Но, знаете, если бы церковь не была бы готова к этим уже елисям, то никакие бы Константины и Елены никто бы не смог бы все это сделать. На самом деле, я говорю, что не было бы их, кто-то другой бы сыграл бы эту руковую роль. Но церковь была уже готова к принятию подобных елисям. На самом деле, в первых 300 лет не все так было просто. Но, но, я повторю, что в целом, в целом, вероучительно сохранялось библейское учение. Что касательно многобожия, однозначно, никакого многобожия не было в христианстве. В первых 300 лет христиане на Востоке, на Западе молились только лишь к Богу. То есть, знаете ли, если бы вы в христианское собрание какое-то любое пришли бы в первых 300 лет и предложили помолиться кому-то бы из апостолов, допустим, да, умерших там, или из пророков каких-то, допустим, вас бы, значит, во-первых, ну, скажем, Милджик, ты вообще, чей будешь вообще? Чей холоп? Не, вообще, ну, кто ты вообще? Значит, вас сочли бы как минимум провокатором вообще каким-то. Значит, но явно не христианином. Вот, потому что, значит, вы предложили бы антихристианское совершенно бы явление. Вот. Церковь молилась только лишь к Богу. Даже были, нет, были, конечно, какие-то там ереси, были гностики некоторые, тоже называющиеся как христианами, кстати. Вот. Среди них, возможно, были молитвы кому-то еще. Возможно, но не факт, они были. Но, это первых 300 лет. Потом, вот мы записали, что с 4-го столетия начался процесс цезарепатизма, да? И, ну, смешание с язычеством началось постепенное, поэтапное. Но, на протяжении 4-го столетия, до начала 5-го столетия, в христианстве, опять-таки, молились только лишь к Богу. Запомним, знаете, что-то запомним, что первых 400 лет в христианстве, то есть, 300 лет гонений и потом 100-летие уже свободной, легальной церкви, в христианстве не было, как таковой вообще, молитвы кому-то ни было, помимо Господа. То есть, христиане знали, что, помните, в Бетнерском Завете, в 20-й главе, исход, где заповеди были уже прописаны, они и до того были все известны, конечно, но, как бы, они не были де юре, да? Де факто они были известны. Вот, и Авраам, и Исаак, Яков, пожалуйста, патриархи, они молились только лишь к Богу, но в 20-й исход было записано, Я, Господь, Бог твой, который выбил тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов предлецом Моим. Первая заповедь, она, в чем уникальна? Первая заповедь, она уникальна тем, что Бог показал нам и себя, и нас. Кто мы вообще? Что мы действительно, вот как вот многие проповедники очень красиво говорят, да? что ведь он нас по подобию образу своему создал, да, значит, человека, и в нас есть эта пустота, бездна, да, которая бездну призывает. То есть, и ничто не удовлетворит нас по-настоящему, по-правдочному, не по-нарошку, по-правдочному, истинно, кроме как Бога. Подобное ищет подобное. Знаете, и человек действительно может только Богом удовлетвориться, наполниться и быть, ну, быть счастливым, в общем-то, об этом вся вера, вся Библия, в общем-то. Вот, и на практике человек, который обращается к Богу, он ну, он в нормальном, естественном состоянии. Человек, который без Бога, вне Бога, он в противоестественном состоянии, в ненормальном состоянии находится, получается, хотя сам того, не понимает чаще всего. Так что, друзья, братья и сестры, умоляю вас, молитесь только лишь Богу. Пусть у вас даже просто будет табу в вашем разуме. Просто заклинаю вас Господом Иисусом Христом. Забудьте вообще даже не думайте даже про возможность молиться кому-то еще на стороне. Знайте, что есть Бог, который вас создал. И те люди, которые называют себя христианами, как угодно еще там с разными приставками, но если они молятся кому-то еще помимо Господа, они находятся в очень опасном обольщении, эти люди. За них нужно просто молиться и жалеть их там. В общем-то. Вот, значит, и я лично это просто пережил, поэтому понимают очень хорошо. Я молился когда-то в своем христианстве православном много разным святым, получал некоторые ответы, я их связывал с этими молитвами святым. Был какой-то опыт религиозный, наверное, через него было переступить тяжелее всего мне, потому что одно дело теологически как бы понять, уразуметь, а другое дело какой-то свой опыт определенный, нужно переступить было через него. Вот, но по милости Господней получил, с Божьей помощью получилось это сделать у меня. Слава Богу! И уникальность в том, еще возвращаясь к вышесказанному, что первых 300 лет, ну, понятно, церковь была сама по себе, но в христианстве сохранялось понимание лишь от единого посредника, ходатая Нового Завета Иисуса Христа, что, помните, вот еще место писания, тут же обозначите, поразмышляйте над ним тоже, 1 Тимофею, 2,5 и начало 6 стиха, 1 Тимофею, 2 глава, 5 стихом и начало 6 написано, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, ходатай, посредник Нового Завета, первосвящения великого». Вот, если говорить о посредниках Богу, то надо однозначно сказать людям и себе это сказать своей душе и всем другим людям вокруг, что есть посредник, есть, да, успокойтесь люди, есть, но это и сам Иисус Христос. Он ходатай Нового Завета, великий первосвященник, однажды и навсегда приобрел искупление вечное. Он вошел в небесное святое святых, по образу которого земной было некогда сделано, но вошел в реальное небо со своей кровью, чтобы за нас быть ходатаем, посредником, первосвященником. И знаете ли, некоторых людей не убеждают вот это слово даже, к сожалению, священников я имею ввиду, к сожалению. Один мне даже сказал священник, московский тоже, при архатах, где я служил, значит, он сказал мне примерно следующее, что, ну, Павел написал, мало ли, как бы нечто вот такое, здесь, о чем можно как бы поспорить. Но я, значит, тут же обрезал его вот такими словами, сказал, что нет, стоп, это не просто Павел что-то сказал, не то, нет, если Павел не указ, то Иисус Христос указ, ну, куда уж выше, да, а слова Христа, тут же напомнил я ему, 14 глава, 6 стих, да, значит, Иоанна, что я есть путь, истина и жизнь, и он подчеркивает Иисус, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа, то есть он подчеркивает уникальность своей личности, не просто Павел, это сказал, а сам Иисус, поэтому весь Новый Завет действительно, он раскрывает картину вот посредничества Иисуса, Его ходатайства, вот, и не мама его, он не сказал, что это только лишь для протестантов, я вот, путь истинной жизни, но для православных католиков, я допустим, ну, так же, не только я, еще и моя мама там, друзья апостолы там, мученики преподобные, праведные, люди другие еще, ходатай, посредники, нет, он так не сказал, поэтому то, что он сказал, это не конфессиональная проповедь, совершенно была, это не динаминационная проповедь, это общее христианское наше достояние, это его слова для всех, евреев, не евреев, для всех, абсолютно всех, в общем-то, братья и сестры, конечно, ну, исторически, пару таких замечаний, как эта ересь, вообще, пришла, в первых 300 лет не было, вообще, помине молитвы, кому бы то ни было, помимо Господа, потом, целых 100 лет, обращаю ваше внимание, уже легальные церкви, уже государственные церкви, казалось бы, да, уже тысячи, даже десятки тысяч церквей, имели, тогда, в Римской империи, свои здания, свои храмы, какие-то там молитвенные, какие-то места, для служений, потому что христианство распространялось в 4-м веке, вот так вот, как бы, как религия, чрезвычайно, вообще, по всему периметру Римской империи, и за пределами, и я, даже, за пределами Римской империи, так вот, и в этих десятках тысяч, да, больше ста было союзов церквей, вот если брать начало 4-го столетия, свыше, больше ста было юрисдикций, или же, ну, разных, как сейчас говорят, конфессий, динаминаций, порой, вероучительно между собой отличающихся, чаще всего, обрядов, культурно, традициями, некоторыми уже, потому что, за первых 300 лет, подполья, чаще всего, христианство, как бы, разливалось очень, так, пёстро довольно, и когда при Константине легализация церкви началась, то легализовалось свыше ста союзов церквей, то есть, те, которые вели свое независимое управление, финансы, администрацию, вероучение, порой, обряды, традиции, свыше ста таких было разных направлений христианства, официально, имею ввиду, официальной церкви, потому что еще сохранялось и неофициальное христианство все это время, которое, часть христианства, как вот, как нерегистрированное, что ли, то есть, они не пошли под Константина и не пошли на регистрацию, и таковых было немало, даже некоторые считают историки, что даже было больше, чем официального христианства, ну, короче, разные сними. Православные историки, обычные католические, считают, что все-таки больше части легализовалось, а меньше осталось нелегализованным христианством. Вот, история нелегализованного христианства в Римской империи, четко прослеживается до середины VI столетия, допустим. После VI столетия такое христианство было запрещено юридически, подверглось гонениям, репрессиям и было запрещено, искоренено римской властью. Если ты был христианином, то ты имел право быть только лишь христианином уже тогда, уже официальной государственной церкви. Так было в середине VI столетия. А до середины VI столетия, до 553 года, насчет депрессии, мы христиане были и государственными, и могли посещать другое собрание, неофициально, не государственные. Просто государственные имели доступ к бюджетной кормушке, пользовались льготами, привилегиями, налогов не платили, как именно церковь, я имею в виду. А негосударственные платили все налоги, плюс еще бывало штрафы, порой подвергались некоторым ущемлениям на местах, порой репрессиям даже, включая даже изъятие помещений церковных. Порой были такие моменты в конце четвертого, начале пятого столетия, допустим, при Истиняне, великом императоре, ой, при, не Истиняне, как, Феодосии Великий, вот, значит, когда в столице были отобраны насильственно все домомолитвенные церкви у христиан негосударственных, и были переданы официальные церкви государственные. То есть, ну, были разные случаи такие. Но в середине шестого столетия, значит, христианство императоры сделали однородным, единообразным, обязательно таким вот, как государственная структура. Не сильно вас нагрузил? Много информации, наверное, новой, нет? Нормально. Так, слушайте дальше тогда. Значит, так вот, и, и, на протяжении всего четвертого столетия до конца четвертого века, запомните, в конце четвертого века кто у нас был из истории, ну, допустим, вот, Василий Великий, да, вот, слышали, да, Василий Великий, Азат Лууст, Григорий Богослов, их называют Каппадогийцы. Известные отцы того времени, Кирилл Иерусалимский, патриарх, у него потрясающие огласительные беседы, одно из, ну, как бы, одно из лучших произведений вообще в истории христианства, это подготовка к крещению, как раз огласительные назвались беседы в то время. Потрясающие были отцы церковные, вот, и богословие развивалось очень, ну, такими свемильными шагами. Но, к сожалению, именно в то время, уже в конце четвертого столетия, впервые в истории христианства появились такие учения, что вот, мол, где, нет, не вот эти отцы, Василий Великий, Азат Лууст, Григорий Богослов, они молились только лишь Богу. Слава Богу, они, как бы, не попали в эти ереси, они молились только лишь Богу, им и в страшном сне не приходило, что им самим будут молиться, когда-то вообще свечкой ставить, и что будут молиться там Богородицы, святым другим умершим, конечно, этим отцам и в голову не приходила подобная чушь вообще, и ересь. Вот, значит, и они умерли, все эти отцы, значит, слава Богу, не убитив этого безумия в крестьянстве. Оно сразу после их смерти, вот, уже официально, ну, лет через 20, через 30 после их смерти, когда все эти отцы уже умерли, вот эта ереса уже официально с кафедры уже провозглашалась в церквях, включая столицу даже, Константинополь тогда что-то. Страшная история была. Но проповедники уже появились в то время, подобной ереси. Откуда многобожие пришло вообще, вот этот культ святыха, да, допустим, да, культ Марии и святых, как дополнительных посредников якобы к Богу. Откуда она пришла, эта ересь? Отметьте себе, что родина Африка, из Африки пришла эта ересь, это нынешняя Эфиопия, Судан, Египет, вот в этих странах, вот на территории этих стран тогда находились христианские церкви, и на территории этих стран, это получается северо, что у нас? Северо-восток, да, северо-восток Африки. Вот в этом регионе начиналась эта ересь. Почему именно Африка? Я тоже размышлял вначале, почему Африка? Странно. Дело в том, что в Африке, вот именно на территории этих стран нынешних, там проживали, как их назвать, а, ну, гностики, гностики их называли, гностики. Были по-русски это знайки, как бы, знайки. Значит, есть не знайки, да, а гностики. Это знайки, гностики, гностики. И были разные школы гностицизма, в Африке очень известные школы. И именно среди этих гностиков начиналась подобная ересь. Дело в том, что христианство в конце 4 века, оно стало уже добровольно-принудительно. То есть, если, вот, к примеру, мы бы жили в конце 4 века в Римской империи, да, то мы бы с вами, конечно, вообще были бы немного так вот удивлены. Представьте, императорскими указами все жители империи так или иначе, они принуждались к принятию официального христианства. То есть, если, нет, ты мог, в принципе, была свобода еще. Ты мог быть не христианином, да, допустим, молиться Зевсу себе там и другим отечественным богам. Вот, нет проблем. Но ты платил больше налогов. Если вел бизнес, то тебя просто душили твой бизнес. Значит, или же, будем так говорить, тогдашние тетушки, можно так назвать. Просто власти имели такие, как бы, неформальные такие, как бы, группы такие, да, которые под видом просто отжимали какие-то, значит, предприятия там и тогдашние. Вот, значит, и вынуждали всех евреев, неевреев принимать христианство. Евреи больше всего сопротивлялись, конечно, но им досталось тогда на орехи очень серьезно. Но большинство евреев откупалось от чиновников. Просто платили взятки. Ну, из-за коррупции, как бы, это тоже сходило этот срок. Значит, коррупция была тотальная, поэтому евреям приходилось платить еще и всякие взятки чиновникам, чтобы их не трогали. Вот, значит, но все равно жизнь была такая очень напряженная. Добровольно-принудительная система христианизации началась. Эта система очень страшная. Она формировалась веками. Когда на Русь, Киевскую Русь пришло христианство, кто помнит? В каком году? 988. Да, да, да. В конце 10-го столетия. Вот к концу 10-го века, когда вот Владимир, да, великий, он же Василий, когда он крестился, его нарекли Василию. Василий. Значит, так было, что когда вот царь Василий, да, или князь Владимир, когда он принял христианство и стал крестить Киевскую Русь, то он перенял эту методику просто-просто. Добровольно-принудительного христианства. Даже в лепестях, если вы читали, слышали, то его указ по поводу крещения киевлян был такой, очень простой. Прийти всем к Днепру и принять крещение. А кто не придет, тот мне не друг. Не другом князя быть в то время было быть, но это, ну, будет так быть, не жалеть такой человек, этим словом. Ему надо было просто было все бросать, взять, что может он взять и бежать, куда глаза глядят, где князь его не мог бы достать. Одним словом, это означало быть изгоем общества. Ты был вне его защиты, вне его власти, и любой человек мог тебя обидеть, безнаказанно ограбить, убить даже, и ему за это ничего не было. Ты был не другом князя. Вот, и киевлян крестили довольно активно. Вот, кто сопротивлялся, тех за руки, за ноги там бросали в Днепр, выходящих уже поздравляли с принятием крещения. Вот, значит, доходило до комичного, но и трагичного, потому что, особенно на севере, там, где вот новгородцы, допустим, сопротивлялись до последнего, значит, то там уже забывали костры инквизиции византийской православной. Вот, и после Второй мировой войны, когда археологи раскапывали пепелища эти новгородские, знаменитые, работали в детинце, работали на пепелищах новгородских, кто, есть издание Академии наук, еще об этих раскопках 70-х, 60-х, 70-х годов. Так вот, археологи ахнули. По самому скромному предположению, во-первых, они нашли огромное пепелище, то есть это то, что оставалось от этих домов новгородцев, одним словом. И в каждом пепелище они находили клад. Это как бы для археологов, это хорошо, конечно, но для историков это очень дурной знак. А дурной знак почему? Потому что если бы с этой семьи кто-то бы вернулся бы из членов семьи живым, то значит клад бы он достал. Ну, значит, он бы достал одним словом. А раз клад был на месте, нетронутым, значит, никто из этой семьи, а семья там включала как тейп чеченский, это было до сотни, допустим, дяди, тети, племянни. То есть это была целая большая семья, живущая одним таким двором, будем так говорить. Но никто из этих людей не вернулся, получается, на пепелище, и клад так и остался кладом. Находка для археологов. И для историков это было очень дурным знаком. Знаком того, что никто из этой семьи не вернулся живым на место пепелище. Как по количеству пепелищ, ученые предположили, что большая часть жителей Новгорода были убиты. Это было как раз время крещения Руси. По летописям совпадало по времени датированным. Поэтому предположили, что большая часть жителей Новгорода была убита за отказ просто принять христианство. Потому что другого объяснения не было никакого от того времени. И в Муромской земле других землях тогдашней Киевской Руси эти крещения, они были кровавыми. Поэтому, знаете ли, в этом году, конечно, будет тоже праздник, там тысяча тридцатилетий уже крещения Киевской Руси. Но, знаете, я, честно говоря, себя отношу больше к тем христианам, которым не до праздника. Вот подобный юбилей. Потому что, я думаю, что для христианства, для именно библейских мыслящих христиан, для евангельских мыслящих, верующих людей вот подобные даты, да, это повод не для торжества больше, а для покаяния, для переосмысления своей истории и для покаяния. И потому что, на самом деле, если христианство насаждается огнем и мечом, если принудительно вообще, сама идея принудиловки в христианстве немыслима, это абсурдная идея. Это показывает однозначно, что это даже и не христианство, это не наши методы. Некоторые, правда, говорят, находятся проповедники, в том числе протестантские, которые мне говорят обычно на эту тему. Но ведь все-таки, как бы, худо без добра не бывает все-таки, но все-таки христианство, что принял он все-таки, не ислам, допустим, ему же предлагали ислам принять. Помните, да? Политбисинтап, преднаганник ислам принять. Вот. Я вырос тоже, знаю исламскую культуру мусульманскую очень хорошо. По матери я татарин, мама моя Ибрагимова, вот, и я татарин, по матери я знаю мусульманскую татарскую культуру, допустим, хорошо знаю. Так что есть татары здесь, нет? Салям? Исамисис? Нет. Ну ладно. Вот, но дело в том, что, значит, а он хотел принять ислам, потому что, ну, у него было много жен, понимаете ли? Ислам предлагал ему этих жен всех легализовать, как уже Гарри. Вот. Практика уже была подобная, как бы, ему это очень нравилось. Там точно неизвестно, сколько было у него жен, вот, значит, но считается, что порядка тысячи женщин было у него, это включая любимых и не очень любимых, всяких, вот, наложниц и жен. Вот, как бы, и, в общем-то, он, Владимир, склонялся к исламу, но, но, сухой закон, вот, его остановил, и, конечно, сало нельзя было есть, как бы, и, в общем-то, свинина. Вот, как бы, эти две проблемы он не мог решить никак с инсульманскими теологами, потому что, как бы, те упирались ни в какую, чтобы будет сухой закон, нельзя алкоголя, если тут много, то есть, ни горюки, ни сало, ничего, все. Ну, и Владимир сказал там в ответ, что если Русь перестанет бить, то Русь погибнет просто, просто вообще. Вот его было мнение такое, вот. И предлагал ему евреи принять, значит, иудаизм, тем более, Хазария рядом, как бы, значит, ну, в общем-то, знаете ли, как бы, перспектива интересная была. Но, приняв иудаизм, он был бы, знаете ли, между огней, потому что окружение все было против. Это, ну, это отдельная история. А христианство предложило ему вот такой вариант. Православие, восточное православие, очень красивый обряд, значит, красивые служения. На самом при христианстве я, как бы, на сегодняшний день знаю многие, формы служения красивые, разные и не очень. Вот, как бы, православное, на самом деле, очень красивое, оно такое, зрелищное. Даже его послы, Владимира, князя, когда были там в столице, в Константинополе, они там ахнули вообще. Они приехали и сказали, мы не знали, мы были на земле и на небесах вообще. Такая красотища, это так прекрасно. То есть, как бы, это очень тоже подкупило его. Ну, в еще большей степени, конечно, это официальная версия. Вот, в еще большей степени, конечно, подкупило его вот то, что царь-батюшка, там, царь-цезарь, князь, он является, по сути, и господином над религией. Не только у него светская власть, но и государственная, и церковная власть у него. Хорошо, ну, не буду об этом рассказывать. Конечно, были какие-то положительные моменты, но, в целом, вот, подобная ересь и по сей день существует, к сожалению. Кстати, все христианство можно вот разделить на два таких, как бы, две ветки таких, что касается, касается баптизма. Педобаптизм и баптизм. Баптизо, знаете, да? Сейчас у нас, ну, еще пару минут, и на перемену пойдем. Значит, баптизо, вы знаете, что такое баптизо, да? Да, крещение, да. А буквально перевод баптизо греческого слова какой? Баптизо. Занурение. Правильно. Окунание, погружение. Но именно в современном греческом языке баптизо, оно то и означает, именно погружение, занурение. Но в старом греческом баптизо обозначало не просто окунуться, но окунуться и там и остаться. И использовалось баптизо, ну, это было еще давно, еще лет за 300 даже до Иисуса Христа, и во времена Иисуса, и после Иисуса, еще там два-триста летия точно. Как раз литература развивалась греческая. Так вот, и в той литературе греческой баптизо обозначало погрузиться и там и остаться. Представляете, радикальное крещение какое-то. Шутка. Нет, ну вообще, дело в том, что вообще баптизо тогда, тогда в то время использовалось для описания, чаще всего описания соления огурцов. Любите огурчики? Соленые огурчики любите? А малосол? Любите малосольные огурчики? Нет? Ну, нет, разные из любителей, как бы, не любители. Вот, я очень люблю такой пример. Знаете ли, я художник сам по специальности своей, до церковной специальности. Мне больше нравится зрительный образ какой-то, вот какой-то, знаете ли, пример. И вот для меня это было очень убедительным примером. Малосол греки не называли баптизу. Баптизскими огурцами, они называли только лишь те огурцы, баптизу, которые полностью прошли просолку. И имеют соль не просто на шкурке, а в себе имеют соль уже. Имеют соль внутри себя, как мы называем эти, помните, говорите, да? Имейте соль на шкурке, да? Нет. В себе. Внутрь себя имейте соль. То есть совершите баптизу, просолку. А малосол греки тоже любили, древние, не только сейчас. И тоже продавали на рынках тоже малосол обовсю. Но малосол баптизу не называли. Баптизу называли только лишь соленые огурцы, полностью прошедшие просолку. Вот. Поэтому, товарищи огурцы, Бог нас срывает с грядки этого мира и с грядки прямо в катки помещаете. И просолку проходим мы, там совершается баптизу настоящее, баптизу. А там и чесночок, и верчик, и соль, и все, и травка, и мы другого духа уже, мы пропитываемся иным духом. Знаете ли, Иисус говорил, что кто уверует в Него, да, и погрузится в Него, и пропитается им, будет спасен. Кто не уверует, тот такой вырез, так и погибет на огороде этого мира. Но Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен, чтобы все выросшее на поле было сохранено в его, будем так говорить, этих, в его хозяйстве, как бы наш, в его там, этих катках. Он хочет, чтобы все были спасены, вообще весь народ, все полностью, население, вся эта земля, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это его хотение. Вот, и поэтому баптизу, конечно, здесь говорится о крещении тоже, о водном крещении, но в большей степени, конечно, вот, особенно собрать вот культуру и традицию того времени, язык того времени, то имеется в большей степени именно погружение в сущность, его сущность воина Господня. Кто духа его не имеет, его соль, его всего-всего внутри себя, тот не его просто еще, тот еще как бы, ну, в лучшем случае малый соль, как бы, а в худшем еще на грядке этой, как бы, растет. Вот. Бог хочет, чтобы все были в нем, были погружены в его любовь и в его сущность, а он был в нас. Самая великая тайна наша христианская, Христос в нас, упование и слава, самая величайшая тайна всех тайны. Ну, сами пример запомните точно. Я его очень люблю. Кстати, у нас в церкви, когда в Киеве я проводил на эту тему тоже беседу, занятия там, значит, и на служении упоминал тоже не раз уже об этом. Там одна сестричка принесла банку огурцов, вот, прям такой, знаете, духовитовый, конечно. Открыли банку, аж запах чеснока пошел такой, по собранию. Порезали огурчики, так вот, и разнесли всем, так вот, для примера, все кушали, как бы, да, да, здесь все, это уже проповедь не забудешь уже. Прошло уже несколько лет, а люди до сих пор вспоминают огурчики, вот так вот. Другие вещи вы можете забыть, а это запомните точно. Вот, значит, и, поэтому, доставая банку огурцами, знаете, баптизу, я должен погруженным быть и пропитанным им. Вот, значит, а в античной литературе именно так баптизу использовалось. Уже новое, современное, более греческое такое понимание именно баптизу, как именно окунание за нуриня, это уже после шестого столетия и дальше развивалась такая больше, как бы, идея этого слова. То есть, слова порой те же самые остаются у нас в языке, да, но они порой другие значения, например, начинают иметь, да. Согласитесь, многие слова, это не надо быть лингвистом, чтобы это знать. Так вот, и, господа, второе, в чем это слово использовалось, это прокраска тканей. Прокраска тканей, перекраска тканей. Самая ценная в то время ткань в греческом том мире, пурпур, царская. Ну, как бы, даже если ты был не царем, конечно, но ты мог себе позволить хотя бы ленточку пурпурную на своем одеянии, это было уже круто. Ну, как вот, в начале 90-х, малины биджагиды. Вот, тоже, как бы, да. Знаю, что это не простой товарищ, а он такой же, какой-то особенный. Вот, я помню, там, начало 90-х служил в храме, и приехали такие тоже ребята в малиновых биджаках некоторые были, ну, как бы, это, они там доставали для пожелания такой пресс, такой, вот, как бы, самых толстых свящей понакупали все время, крестицы особенно не умеют, но, как бы, ну, что-то изображали что-то там, вроде как крестного знамения, там, ставили свечки, как бы, значит, по всему периметру храма вообще, там, и тем, и тем, и тем святым, ну, как бы, потому что, да, видимо, жизнь такая у них тоже была тревожная. Богатые тоже плачут, знаете ли. Ну, как бы, вот, и в древнем мире пурпур был ценным, и знали, что если идет навстречу человек, и у него, у него есть хотя бы на одежде немного пурпура, да, этой, этой краски, знали, что это непростой человек, у него, ну, как бы, кошелек есть положение в обществе какое-то, и чем больше этого пурпура, тем, ну, как бы, знаете, он, да, богаче человек, вот. Так вот, и почему я это рассказываю, потому что баптизу, баптизу означало в том, в той культуре именно ткань полностью пробитанную этим пурпуром, полностью прокрашенную, не частично, не ленточка, не линдье, а полностью прокрашена. И еще, не просто прокрашена, оказывается, оказывается, в том древнем мире были в городах, в полисах, были свои, как бы, отделы контроля качества. И они проверяли производителей, ну, чтобы защитить своего греческого потребителя, проверяли ткани на качество. И если они отдавали ткани женщинам, если женщины стирали, варили, что только с ними, с этими тканями не делали, если начинала краска выделяться, и качество ухудшалось заметно ткани, браковали, и уже баптизу не называли. Баптизу называла вот это ОТК тогдашняя. Ну, только лишь ту ткань, которая прошла полностью прокраску, во-первых, во-вторых, она не боялась никаких стирок, варок, тарок, она по качеству оставалась такой же, и краска из нее не выделялась уже. Вот только такую ткань они называли баптизу. Баптизу, это было очень ценно. И производитель был доволен, это как знак качества был для него, как бы, и потребитель был защищен, как бы, этим самым. Это баптизу, вы приходите на рынок, вот я хочу купить эту ткань, баптизу, баптизу. А если а на баптизу, все, это не баптизу нужны, баптизу. Значит, и пусть для нас сегодня, в чем ценность этого знания? Чем мы прокрашиваемся, друзья? Кровью и сухой,